МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро всем! Доброе утро, Шайдат Азаматовна! Благодарю вас за то, что вы нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Поводом для нашей встречи, очередной встречей, стало то, что вы в этом году, несмотря на всю эту ситуацию с коронавирусом, выпустили целых три книги. Значит, два учебника аппаратной литературы и книга о просветителе. Вначале я хотела бы спросить про эти учебники, Ада Биат. Мне бы хотелось узнать, что нового вы внесли в них? Во-первых, мы изменили дизайн учебника. Вот вы видите, что мы портреты писателей выставили на обложку. Я думаю, что если дети возьмут этот учебник, они заинтересуются, что же они написали, какие произведения мы их будем изучать. Я думаю, что это один из плюсов. И второе, что у нас характерно для нагайской литературы, что мы разделенный народ. Часть нагайцев живут в Дагестане, и часть в Карачаево-Черкесии. Я не говорю остальные регионы, но литературу создается в двух регионах. В Дагестане и здесь. Но это одна литература, одна культура. Поэтому мы в свои учебники всегда даём и писателей, и поэтов из Дагестана. Это обогащает нашу культуру. Это расширяет кругозор учеников. Они знают, что есть ещё писатели, поэты, творческие работники. И в Дагестане, которые там же тоже изучают родную литературу. Помимо этого, вы работали над серией книг о выдающихся литераторах, просветителях, педагогах. Вот совсем недавно вышла вот эта книга о Зеиде Кайбальеве. Хотелось бы узнать значение этого учёного, этого просветителя в жизни нагайского народа. Мы должны рассказать, хотя и опоздали очень на долгое время, рассказать о людях, которые заложили основу нашей литературы, основу нашей культуры, основу нашей письменности. Эти люди, которые сказали в своё время «а». И самое трудное было этим первопроходцам. А мы до сих пор, к сожалению, до сих пор о них пишем в газетах, конечно, отдельные статьи. Это всё теряется. И мы решили вот издать такую вот книгу, как первая, вторая книга о наших просветителях. Зеид Кайбали был прекрасный сказитель. Он очень много знал фольклора. К нему обращались и этнографы, и литературоведы, и языковеды. И кто только к нему... И он всем находил ответ. Вот его богатство, которое он собрал перед уходом на фронт, он... Ну, побоялись, что немцы придут, там что-то будет. Он всё закопали, а когда он с фронта после пяти лет войны переехал, он ничего не нашёл, всё сгнило. Очень многие материалы потерялись. Тем не менее, я считаю, я не считаю, что я полностью всё, что он сделал, собрала. Нет. Если кто-то ещё соберёт, дополнит и издаст, это будет огромный труд. Ну, я хочу вас поблагодарить вот за такой кропотливый труд. Вы делаете очень нужное дело, и остаётся вам пожелать творческих успехов и здоровья. Спасибо, что вы сегодня нашли время и пришли сегодня к нам в гости. Спасибо вам, что пригласили. Я с удовольствием пришла к вам. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш информационный эфир в 9.00 продолжит вещание на карачаевском языке. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Весна будет чудесной с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru Или приходите в офис Московский индустриальный банк. Садово-огородный центр «Симбад» предлагает всё для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждём вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70. Телефон 21 70 71. Внимание! Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Биберленд. Миру сыр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова